В Павлодаре поставлена точка в громком уголовном деле о педофилах. На скамье подсудимых 38-летний программист из Экибастуза, который два года насиловал собственную дочь и выкладывал порно-снимки на сайте Интимуслуг. А также безработный, который на эти объявления откликнулся. О том, какое наказание получили они за страшное преступление, расскажет Салуат Тимирплатула. Судебный процесс по этому громкому уголовному дел вызвал широкий общественный резонанс. Вообще в истории Павлодарской Фемиды подобные случаи рассматривался впервые. Учитывая, что насильственным действиям сексуального характера подвергся несовершеннолетний ребенок все три месяца, пока длился процесс видеосъемка в зале судебных заседаний была запрещена. Как пояснили служители Фемиды, в деле слишком много деталей, которые не стоило предавать огласке. Потому официальный допуск журналисты получили только на сам приговор. Оба фигуранта ведут себя спокойно и даже не прячут лиц, как это обычно бывает на других процессах. Раскаяния в их глазах не видно. Судья зачитал текст приговора менее чем за 10 минут. Суд приговорил Клименцова Дениса Николаевича признать виновность по определению 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в судебной колонии срогого режима. Второй подсудимый, как и отец девочки, который два года носил у собственного ребенка, также живет в кибастузе. В материалах дела указано, что он безработный. Суд признал его виновным по одному эпизоду и приговорил к 15 годам лишения свободы. Гособвинитель просил максимально наказать обоих педофилов. 23 и 19 лет лишения свободы соответственно. Были проблемные моменты, связанные с несовершеннолетним возрастом потерпевшего, а также другие детали, которые нам пришлось доказывать. С учетом того, что подсудимые отрицали полностью свою причастность к данному преступлению. Прокуратура удовлетворена приговором. Оба фигуранта этого непростого дела будут отбывать свой срок в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в свою силу и может быть обжалован в вышестоящих судебных инстанциях. Салуатимир Булатула, Арман Якубов и Алексей Мельницкий. Павлодар, 24КЗ.